ДИЗЕЛЬ УТРО В зрелищном и драматичном поединке украинский кулак проиграл британцу. После поражения многие посчитали, что Владимиру уже пора заканчивать с профессиональным боксом. Однако большинство украинцев надеются, что Владимир продолжит свою боксерскую карьеру. Ведь два Кличка в политике – это двойной удар для нее. Причем удары ниже пояса. Брат Владимира по совместительству мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в тот вечер у него у самого чесались руки. Но не из-за того, что ему хотелось выйти на ринг, а из-за того, что он увидел парочку стоящих неподалеку от стадиона мафов. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения о совместном производстве фильмов и сотрудничестве в сфере кинематографа между Украиной и Израилем. Остается надеяться, что перед тем, как подписать соглашение о сотрудничестве, украинская сторона хорошо изучила его. Особенно часть, где идет речь о том, как мы будем делить кассовые сборы от совместных фильмов. Как бы там ни было, мы все с нетерпением ждем первого кошерно-патриотичного блокбастера. «Халявуд Продакшн» при поддержке 20-й век «Фоксман» представляет фильм «Большой транш» или «С коммуниздили». Из-за неправильных расчетов размеров сцены, около 2000 проданных билетов на Евровидение оказались непригодными, то есть людям нет места в зале. В оргкомитете обещают решить этот вопрос, но на крайний случай у участников конкурса на пару тысяч человек увеличится подтанцовка. Подготовили организаторы Евровидения и хорошие сюрпризы. Так, над Киевом во время Евровидения будут летать 42 воздушных шара. Таким образом, власти столицы хотят, чтобы взгляды европейских гостей были направлены вверх, в небо, и тем самым отвлечь их внимание от многочисленных проблем внизу, на земле. В Украине повысили прожиточный минимум. С 1 мая для трудоспособных лиц он увеличен на 80 гривен и составляет 1684 гривны. Господи, деньжища-то какие! Поднятие прожиточного минимума аж на 80 гривен прошло в рамках государственной программы «Худеем к лету вместе». Худеем к лету вместе. Егор! Ты послышалась. Полтора миллиарда долларов, арестованных на счетах бывшего президента Виктора Януковича и его окружения, перечислены в государственный бюджет Украины. Добро пожаловать домой, родненькие! Надеемся, наши фискальные службы найдут деньги всех чиновников времен Януковича, и нам больше не придется брать кредиты в МВФ. Эксперты утверждают, что если реально вернуть все украденное, то курс снова будет 8. Другой украинский экс-президент Виктор Ющенко помогал строить Тарасову хату на тракторе. Получается, тьи рук и теперь щей буду валы. Наверное, когда все наши президенты будут делать что-то руками для страны, все у нас наладится. Да вряд ли. В Украину доставили первую партию машин для патрульных полицейских, состоящую из 635 гибридных автомобилей. Несомненно, это отличная новость, но совсем здорово было бы, если бы компания Митсубиши прислала со своими автомобилями 635 профессиональных водителей. Иначе такое количество машин нашим патрульным может хватить максимум до конца года. Или сделать гибридность не только двигателя, а и управления автомобилем. 50% руководит патрульный, а 50% автопилот. Хотя нет, 10% патрульный, а 90% автопилот. Да, так лучше. В Нежине на детских соревнованиях по вольной борьбе перед детьми выступила певица в экстравагантном наряде, без трусов. Организаторы соревнований пытались исправить ситуацию, и еще до начала выступления певицы старались вручить ей грамоту и медаль за первое место, чтобы она хоть чем-то прикрылась. После нашумевшего выступления в Нежине произошел целый бум по записи детей на борьбу. В надежде на то, что их чадо тоже поедут на соревнования, родители готовы были отстоять в очереди по несколько часов. В минувшее воскресенье во всем мире праздновали день танца. В этот день всем хотелось танцевать. Некоторые отмечали этот праздник даже на огороде. Подробнее об этом в нашей следующей рубрике. Может и ты танцуешь? Доброе утро! Танцевать хотелось всем, но не у всех это получается. Ведь в танце должна быть душа. Международный день танца отмечали даже наши братья меньшие. Прошли майские выходные. Простите, это не та картинка. Вот так в Украине выглядят майские выходные. Если же вы пошли на природу, не забывайте после себя выносить мусор. Ведь кому-то там после вас отдыхать. Водителям на заметку. На дорогах Украины ввели новое правило. На перекрестках с круговым движением. На этой неделе отмечали свой профессиональный праздник кондитеры. Поздравили они друг друга оригинально. Детям в этот праздник разрешалось все. Жены кондитеров отмечали по-своему. В Киеве в скором времени запустят речной трамвайчик. Подробнее об этом смотрите в нашей следующей рубрике. В Киеве специально к Евровидению планируют запустить речной транспорт. У нас в студии капитан первого речного трамвая Евгений Швартовый. Здравствуйте, Евгений. Здорово! Здравствуйте. Итак, в чем плюс речного транспорта? Ну, во-первых, на воду тяжело положить асфальт. А раз нет асфальта, нет ям. Логично. А во-вторых? Ну, во-вторых, нет дорог, нет полиции. Ну, а как же речная полиция? Ну, у них было два катера, но они их разбили. Влезли друг в друга. Я им говорю, что нужно давать им один. Скажите, а существуют ли какие-то правила для пассажиров речного транспорта? Да. Хочешь выйти? Кричи. Упал за борт? Кричи. Ха! Я так понял, кричать это вообще у вас единственное правило, да? Нет. Если сильно кричать, чайки пугаются и как на голову тебе на... Я понял, не продолжайте. Скажите, по какому графику вы будете плавать? Плавать знаете что? Мы ходим. Извините. Так по какому графику вы будете ходить? Стандартный график, пока не наберется, не поедем. Ха! А где будут располагаться остановки? А остановки будут располагаться по требованию. И по укачиванию. Пока самое распространенное, это Нудийский пляж. Понятно. Скажите, вы будете плавать с правого берега налево и назад, я так понимаю? Как повезет. Что значит, как повезет? Я как-то уснул в Черкасах прибило к берегу. Ха! Ага. Скажите, а вообще водный транспорт, это безопасный вид транспорта? Ха! Конечно. У нас есть круги, жилеты, даже лодки. Ну, то есть переживать не о чем. Если у вас есть деньги, переживать не о чем. Круги по 300, жилеты по 500, лодки по 1000. А за борт у вас еще никто не выпадал? Выпадал. Кто? Я. Ну, вы, наверное, испугались? Я нет, пассажиры, да. И что же вы делали? Что ж так? Пришлось у себя же жилет купить, в три дорога. Ха! Ха! Смешно. А, скажите, а билеты на проезд, они все стоят одинаково? Нет. Те, что с биноклями, идут в два раза дороже. А почему с биноклями дороже? Ну, я же говорил, мы же мимо Нудинского пляжа ходим. Ха-ха! Ну да, ну да. Вот говорят, что показав билет на Евровидении, на речном транспорте можно будет проехаться совершенно бесплатно. Можно, в машинном отделении. Лопату в руки взял и вперед на шару уголь бросать. Ха-ха! Жестко, но справедливо. Скажите, а сколько пассажиров может перевезти ваш речной травмальчик? 25 сидящих, вместо 68 сидящих, 5 вип-мест. Вип-мест? Да. Это где? На банане. Ха! Ха-ха-ха! Скажите, а это вообще хорошая идея, как вы думаете, использовать речной транспорт? Конечно. Если в Киеве все будут так ремонтировать, как Шулянский мост, то скоро мы только по воде и будем ездить. Ха-ха-ха! Тут я с вами согласен. Ну что ж, друзья, в студии был капитан первого речного травмая Евгений Швартовый. На, Семак, хорошая, заканчивай свою терминку. Хочешь на травмачку дать? Э-э-э... Да. Совет тебе, хочешь, дам, хорошая? Давайте. Если выпал за борт, ничего не бойся. Все равно рано или поздно всплывешь. Ха-ха! Пиздец. Семечка хорошая. Да, морские. В Британии появился тренажерный спальный зал. Предназначен фитнес-класс в основном для сна. В нем за 45 минут оживят ум, улучшат настроение и даже помогут сжечь лишние калории. Хо-хо! Отличная идея! Как только у нас появится такой зал, я сразу возьму себе абонемент на год. Нет, на 10 лет. Смотри, я даже в студии могу заниматься. Интересно, как будут выглядеть занятия с тренером. Да понятно как. Ты ложишься, а тренер читает тебе сказки или поет колыбельную. Спят усталые игрушки. А вместо протеина тебе будут давать пивко. Отлично. Самое главное, что после такого спортзала не будет крепатуры. Ну, максимум это рука анимеет. Егор, я так понимаю, для тебя должны придумать фитнес-зал еды и фитнес-зал напитков. А почему бы и нет? Я бы вообще тогда круглосуточно фитнесом занимался. Кстати, больше смешного видео в нашей следующей рубрике. Больше всех майским праздником радовались коты. Столько всего вкусного осталось. А съедено сколько было. И делиться добычей они не хотят. Это булку, дурак. Отдай. Отдай мне булку. Отдай булку мне. Кто-то после праздников решил принять ванну. А кто-то заняться спортом. Очень экстремальным спортом. Но многие так и не уходят с кухни. Не повезло тем, кто вернулся с праздников и нарвался на злую жену. И не говорите, что вы не любите котов. Вы их просто готовить не умеете. Пока. Самые важные и радостные новости недели мы оставили напоследок. Началась продажа билетов на наши концерты ко Дню независимости в Одессе. Всех ждем. А уже сегодня в 21.20 на ICTV эфир премьерного выпуска Дизель-шоу. Наши шутки свежее овощей на прилавке. Ну ты сейчас прям так шутканула. Ну и тогда и я. Наши шутки сочнее любого шашлыка. Не Дизель-шоу, а сплошное объедение. До вечера, друзья. Люблю вас. До вечера. А с каких-то пор ты меня называешь на вы? А ты что, не вы? Ты что, ты? Я ты? Ну просто у тебя возраст. Ты как бы соблюдаешь субординацию. Какой субординация? Какой возраст? Ладно, меня так заводят, может быть. А, понял. Подписывайтесь на YouTube канал Fan ICTV. Подписывайтесь. Ну давай так, как будто ты миллион долларов выиграл. Подписывайтесь на канал YouTube Fan ICTV. Я просто должен миллион двести. А, угу, я понял. Подписались? СМЕХ АПЛОДИСМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕН